Здравствуйте, Жанна Казет. Сегодня за окном дождь, алматырский, алматинский затяжной. Самое время поговорить о солнечной Болгарии. Нашей студии Наталья Парсолиди. Вы помните рассказ о Болгарии, о людях, которые туда стремятся уехать. Сегодня продолжим, но уже более детализированный будет разговор. Здравствуйте. Каков средний возраст человека, который, ну какой-то усредненный портрет можете представить нашим зрителям людей, которые уезжают именно из Казахстана, туда в Болгарию, кто они, их состоятельность, уровень состояния, возраст, профессиональная подготовка? Есть даже такая определенная статистика, то есть 5-6 лет назад уезжали в основном пенсионеры, молодые пенсионеры, которые только вышли на пенсию или уже какое-то время на пенсии, которые рассчитывали именно на свои пенсионные числения, которые имеют здесь. А сейчас тенденция несколько изменилась. Возраст отъезжающих, уезжающих людей, он помолодел очень сильно, то есть уезжают люди после 30-40 лет, которые имеют еще не очень больших детей, которые ищут какое-то, может быть, другое, более лучшее будущее для своих детей. И ориентируются они в основном на образование, конечно, более европейское. Для детей? Для детей. Ну и для себя. Открывают бизнес, устраивают свою жизнь на новом месте. То есть активные люди, которые понимают, что они теряют и что они приобретают. Какой бизнес, как правило, они там открывают? Как это происходит? Что там? В каких долях рынка именно они востребованы? Могут найти себя? Да, значит, бизнес, которым занимаются наши места, уезжающие отсюда, абсолютно разнообразные. Ну, конечно, когда люди только переезжают или планируют переехать, 50% из них думают открыть какое-то русское заведение или национальную кухню, но потом они от этой мысли все-таки уходят. А так как если ориентироваться на русских, которые приезжают отдыхать, они приезжают пробовать болгарскую кухню, а не местную. И люди, когда приезжают туда, уже начинают более осмысленно, более реально смотреть на окружающий их мир, действительность. Как правило, многие открывают какие-то бутики, магазины, продуктовые магазины. Я знаю людей, которые открывают и заправочные станции, много людей, которые вкладывают в инвестиции как недвижимость, строительство или покупают на нулевом этапе и потом перепродают. Но не секрет, что многие из нас и здесь с этим бизнесом занимались. Поэтому, в принципе, люди занимаются тем бизнесом, который им знаком. – Наталья, есть ли смысл ехать туда, чтобы стать наемным работником? – Нет, в этом смысла нет. Только если у вас какая-то специальность, ну, топ-менеджер, который, может быть, не там. Но IT-специалисты, конечно, они везде востребованы. А вот IT-шникам есть смысл, наверное. По другим специальностям нет. Если вы рядовой менеджер или продавец – нет. Потому что, во-первых, возникают сложности с устройством на работу в плане документации. А фирма должна доказать, что вы специалист, которого она не может найти там. Поэтому, как правило, кто переезжает, должен рассчитывать на свои силы и на создание и открытие своего собственного бизнеса. – Это важно, Италья. Наталья, я думаю, многим будет интересно. Обрисуйте ситуацию на рынке автомобильном в Болгарии. Автомобильный рынок очень насыщенный и очень много представлено европейских марок в основном. Но также есть и Toyota и все японские автомобили. Машины гораздо дешевле, чем на нашем рынке, на казахстанском. А за счет того, что большая близость Европы, Германия, Италия, откуда, как все знают, многие в Казахстан везли машины. Но там нет уже внутренней растаможки и за счет этого цены гораздо ниже. Машины в очень хорошем состоянии, так как дороги тоже очень хорошие. – А что предпочитают местные жители? На чем они привыкли? – Небольшие малолитражки, так как в городе достаточно проблематично с парковками. – Ну а наши там? К каким машинам привыкают или не изменяют привычкам? – Нет, не изменяют. – На домах, наконец. – Не изменяют, да. – Ясно. Ну от автомобильного рынка к рынку недвижимости считается, что… Ну вот у нас, например, недвижимость – это один из инструментов инвестирования. Исторически сложилось. Там это работает? – Да, это действительно самый интересный бизнес и там. Но опять-таки есть курортная недвижимость и есть недвижимость городская. Курортная недвижимость интересна в качестве инвестиций, если вы сами застройщик. Но она не интересна в качестве перекупки. То есть продать дешевле, купить дешевле и продать дороже – это там не работает. Но это правило работает в городской недвижимости, так как рынок городской недвижимости не насыщен. Предложений гораздо меньше, нежели спрос. И действительно этот рынок очень активный. У нас очень много инвесторов, которые покупают недвижимость в новых строящихся домах на этапе проекта или на начальном этапе застройки. И после того, как здание будет построено, оно будет продано. То есть сейчас у нас на продаже, например, находится самый шикарный дом Болгарии – 22 этажа люкса, который будет как пятизвездочный отель. Прошло 9 месяцев с начала строительства, и цена выросла уже процентов на 50. Но продано при этом уже 70% недвижимости. Когда квартиры будут сданы, то есть если сейчас цена – 1100 евро за квадратный метр, первая линия моря в центре города, то когда дом будет построен, цена будет 2-2,5 тысячи евро. То есть, получается, в Болгарии покупают недвижимость не для перепродажи, как у нас это принято, а для каких-то других целей, ничего? Нет, есть недвижимость, есть люди, которые покупают именно для перепродажи, в зависимости от того, какие инвестиции они сделали. Если человек купил в новом доме 10 квартир, то, может быть, часть из них он захочет продать. Но если мы говорим о данном проекте, то люди, которые купили, они хотят сохранить эту недвижимость, потому что это действительно самое шикарное будет здание. Там люди, как правило, хотят сдавать в аренду эту недвижимость, так как рынок аренды очень живой. Много предложений на рынке обыкновенной недвижимости, то есть эконом-класса. Но класса люкс и дэлюкс предложений достаточно мало, а желающих достаточно много, так как там работает огромная компания, Лукойл, и управленцы, они ищут всегда себе недвижимость класса люкс и дэлюкс. С другой стороны, подойдем, приобретение недвижимости на этапе строительства всегда несет себе какие-то риски. Как там наверняка тоже какие-то есть, бывают проблемы у застройщиков, все-таки среда конкурентная. Как выбрать компанию, которая точно достроит, точно дом будет сдан и реализован? На рынке самого города Бургаса строительных компаний работает не так много, так как земли свободной очень мало, и строительные компании ведут борьбу за каждый свободный участок земли под застройку. И, как правило, побеждают компании с хорошей репутацией, так как община Бургаса рассматривает, какая компания будет строить. Община, вы сказали? Ну, как к мэрству, мэрия. Местная власть? Да, местная власть контролирует, конечно, обязательно. И, как правило, мы работаем, ну, я лично, я работаю с очень крупными строительными компаниями, у которых никогда не было опозданий или задержек, или вообще замерзшие строительства. На солнечном берегу, конечно, на курортных зонах есть компании, потому что строительства очень много, и нет возможности физически проконтролировать каждую строительную компанию. В Бургасе такой проблемы большой нет. В Бургасе, страшный сон любого покупателя жилья добросовестный, у нас, по крайней мере, это недобросовестная сделка. Спустя какое-то время появляется человек, который предъявляет претензии, ибо его права были нарушены. И закон на стороне этих людей. А как вот там, как защищает Болгария закон добросовестных покупателей? Во-первых, каждую сделку у нас проверяет обязательно юрист. То есть перед тем, как заключить договор с задатком, мы отдаем все документы юристу. Юрист проверяет полностью, нет ли обременений, нет ли каких-то скрытых наследников и так далее. Следующим этапом мы обязательно берем справку о том, что недвижимость не находится в аресте или в залоге, так же, как и здесь. И следующий этап, он проводится уже перед непосредственно сделкой. Эту справку смотрит онлайн нотариус. Плюс нотариус устанавливает личность продавца и покупателя. Если какая-то проблема, то нотариус несет ответственность. Каждый нотариус застрахован на определенную сумму денег, чтобы избежать такие риски. Это важно. Поговорим о земле. Приобретение земли иностранцами. Приобретение, чтобы построить дом. Насколько это реально, если ты иностранец. Или просто приобретение дома на земле. Какие-то ограничения существуют? Да, конечно. То есть иностранцы не имеют права на свое имя покупать землю. Для этого мы открываем фирму, покупаем землю на фирму. Так же дело обстоит и с машинами. Машины мы тоже покупаем на фирму. Но это небольшая проблема. То есть мы сдаем, открываем упрощенные фирмы и сдаем раз в год на любую отчетность. Насколько это по налогам и так далее? Налоги, налогообложения гораздо упрощеннее, чем здесь. И налоги достаточно невысокие. То есть за дом вот такого плана, опять возвращаемся к нему, налог в год будет порядка 15 тысяч тенге. Понятно. Ну и самый главный вопрос, с чего начинать поиск недвижимости, с поиска жилья в Болгарии. К кому обращаться? Какие рекомендации использовать? Что делать? Ну, в первую очередь, конечно, вы должны найти для себя того человека, с кем вам будет удобно и приятно работать. То есть риэлтора. А к кому вы можете обратиться и кто вас поймет то, что вы хотите. То есть это самое главное, чтобы вас человек услышал, где вы хотите, что вы хотите. То есть когда ко мне обращаются мои клиенты, я первым делом узнаю, как они представляют себе жизнь в Болгарии. Что они хотят? Хотят они жить там постоянно или приезжать на месяц и на два? Что они хотят сделать со своей недвижимостью? Хотят они сдавать ее в аренду или они хотят жить сами? Хотят они свежий воздух или они хотят мегаполюс? После этого мы начинаем объезжать те районы, которые, по моему понятию, им будут подойдут. Уже после того, как мы определимся с районом, мы начинаем уже искать в этом районе недвижимость. Как правило, все это укладывается во временные рамки в размере 5-6 дней. И если человек приезжает на неделю или на 10 дней, то мы вполне успеваем совершить сделку. Ну и напоследок у нас есть на рынке такая неприятная деталь, как стоимость показа определяется риэлтором. И всякий показ какой-то там квартиры или дома, это капает в его пользу какой-то счетчик. Там есть такое? Нет, у нас нет такого абсолютно. Абсолютно. То есть, когда человек приезжает, если он покупает в новом строящемся доме, то, как правило, комиссионные оплачивают за строящих. Тогда вы не платите вообще ничего. Если вы покупаете на вторичном рынке, то вы оплачиваете 3% стоимости комиссионных. Слух от стоимости недвижимости. Все остальные накладные расходы включены в эту сумму. Понятно. Все честно и открыто. Большое спасибо. Друзья, Наталья Просолиди с рассказом о том, как выбирать дом в Болгарии. Ну и как там правильно обустроиться. Если вам это интересно, оставляйте комментарии. Всего хорошего. Спасибо.